«Армия мертвецов» была анонсирована еще в 2007 году, и картина должна была выйти под крылом Юниверсала Warner Bros., но что-то пошло не так, и создание фильма немножко затянулось. Спасти проект помог Netflix, который выкупил права на ленту. Изначально «Армию мертвецов» должен был снимать один режиссер, но в итоге фильм отдали Заку Снайдеру, который написал сценарий к фильму, и уже окончательно подстроил его под себя. Съемки стартовали только в 2019 году, а вышел он 21 мая этого года на Netflix с бюджетом в 90 миллионов долларов и рейтингом в 18+. Что очень даже неплохо для ленты, которая минует большие экраны и демонстрируется исключительно на стриминговом сервисе. Кстати, производство фильма затянулось из-за того, что одного из актеров, Криса Делию или Делию, пришлось вырезать из картины и переснять все сцены с его участием, заменив Криса на актрису Тик Натара. Правда это или нет, я не знаю, потому что разбирательства идут до сих пор, и на всякий случай я осуждаю, но даже Netflix убрал из своей библиотеки его стендапы. Но вернемся к картине. «Армия мертвецов» не первый фильм Зака Снайдера про зомби. В 2004 году он снял ремейк фильма «Рассвет мертвецов», который в принципе и открыл Снайдеру дорогу в большое кино. Сейчас же он возвращается к истокам, хотя мода на зомби в очередной раз прошла и уже давно всем надоело, но Снайдера есть Снайдер, и это нетипичное кино про зомби. Действие фильма происходит в Лас-Вегасе, который заполонили зомби, и теперь это целый город мертвых, который для безопасности обнесли грузовыми контейнерами со всех сторон. И вот однажды Скотту Уорду и его команде нужно туда наведаться, чтобы ограбить заброшенное казино, в котором хранится 200 миллионов долларов. И сделать это можно до того момента, как на Лас-Вегас упадет ядерная бомба. Звучит неплохо. Сюжет, конечно, интересный, задумка необычная. Ограбление во время зомби-апокалипсиса, это прям смесь форсажа, друзей Оушена и фильмов про зомби. Но если вникать в сюжет, то можно рехнуться, такую несвязанную мешанину еще нужно постараться придумать. И я не говорю, что данные истории и персонажи это плохо и глупо, нет. Это реально свежо и угарно, но то, как создатели двигают сюжеты, что делают герои после своих слов, это невозможная ахинея. Я во время просмотра постоянно задавал вопросы фильму, но ответов я практически не получал, за малым исключением. В основном герои говорят одно и делают абсолютно противоположные вещи. И из-за очередной логической несостыковки и откровенной тупости так и хотелось заорать. Герои здесь максимально непоследовательные. Их тупость и нелогичность ставили меня в ступор. Например, дочка главного героя рассказывает, что одна баба бросила своих детей и отправилась в город к зомби, чтобы залутать денег. Но она попросила ее приглядеть за ними, но вместо того, чтобы остаться с детьми, она идет вместе со своим батей в город зомби в надежде найти мамашу. Зачем она это сделала, я без понятия. А главный сюжетный поворот так вообще смотрится нелепым, потому что дальнейшие события после этого поворота вообще не имеют никакого смысла. Но спойлерить я не буду. Если смотреть «Армию мертвецов» с отключенным мозгом, то может быть вся эта ахинея будет восприниматься логично, но у меня этого не получилось. Мне кажется, даже «Форсаж 9» в этом плане более проработанный. В такие вещи надо просто верить. Однако нестандартные приемы и задумки сценаристов, воплощенные в зомби-мире, скрашивают полную идиотию происходящего. «Армия мертвецов» — это первый фильм про зомби, который меня действительно удивил. Где вы еще увидите беременную зомби? Да, кстати, зомби тут любят друг друга и у них даже могут рождаться дети. Вообще, мне вся эта любовная история между тухлыми дыхляками очень сильно напомнила альтернативную концовку «Я легенда». Там главный зомбарь пришел к Уиллу Смиту за своей женщиной, он ему ее отдал и зомби спокойно ушли домой, никого не трогая. Когда я увидел эту версию концовки, я подумал, что за бред, как такое возможно? А вот Зак Снайдер целый фильм об этом снял. Конечно, еще вспоминается зомби по имени Шон и даже реальные пацаны против зомби, но даже там не было такого накала абсурда. Зомби в армии мертвецов имеют разные ранги и формы, что говорит нам о том, что мертвый Лас-Вегас — это целое зомби-государство со своей иерархией. Тут есть как обычные слабые тупнички, так и более умные альфы, которые могут пойти на контакт со здоровыми людьми. В фильме можно увидеть тигра-зомби, зародыша-зомби и даже короля-зомби, который скачет на дохлой гнилой лошади. Выглядит все это максимально странно, но свежо и изобретательно. Я не припомню такой трешовой дичи в других фильмах про зомби. А если вы знаете или что-то вспомнили, то напишите в комментах название фильма или сериала. В данной картине зомби — это те же люди, только они херово выглядят и не умеют разговаривать. Странно, что создатели не пошли дальше и не сделали их говорящими, а ведь это могло выглядеть примерно вот так. Вообще, Снайдер говорил о том, что в фильме должен был появиться целый зоопарк зомби-животных, а также зомби-стриптизер с откусанным пенисом. Но в итоге он посчитал, что это было бы слишком, хотя мне кажется, такой адовый угар пошел бы только в плюс. Тем более, что в итоге в фильме показали голых зомби-стриптизерш, которые бегут за обычным человеком. Удивительно, но в армии мертвецов не было геев-зомби, хотя современная повесточка тут представлена во всей красе. Мясоеды планируют стать веганами, половина отряда для ограбления — это женщины и представители разных наций. Спермобак, который издевается и гнобит женщин, отдается в жертву зомби, чтобы остальной отряд пропустили в мертвый город, и никто из отряда не воспротивился этому. Посмотрев фильм, я реально удивлен, что главную роль отдали Дэйву Батисте, а не какой-нибудь безликой актерке. В фильме есть и политический подтекст. Здесь ситуация с зомби является катализатором для шуток над Америкой и ее системой. Даже президент выставляется дураком, который скидывает атомную бомбу на Лас-Вегас, потому что это круто. Плюс, лагерь беженцев рядом с городом мертвых — это пристанище не только для потенциальных зараженных, но и для людей с противоречивыми политическими взглядами. А вообще, знаете, у меня такое ощущение, что фильм снял Козловский, а не Зак Снайдер, потому что тут даже зомбари любовью занимаются, и эти розовые сопли — добрая часть всего фильма. Привет Чернобылю! Кстати, про схожесть с Козловским. «Армия мертвецов» практически целиком и полностью фильм Зака Снайдера, так как изначальная идея его и сценарий писал он с парой людей. Также в этой картине Снайдер выступил в роли режиссера и продюсера, и странно, что он главную роль здесь не сыграл, зато он был оператором и лично все снимал. Тут он, конечно, Козловского уделал. Касаемо съемки и графики. Здесь, как и во всех фильмах Снайдера, которые я смотрел, опять мыльное мыло на задних планах. Меня уже просто блевать от этого тянет. Причем мыло могло быть не только на задниках, но и крупняком. Актеры буквально выплывают из мыла и появляются в кадре. Да, я вижу мир иначе, чем вы! Ну что из того? Зато с мясом и кровью здесь все хорошо. Если задники не проработаны, то всякие кишки и расчлененка качественно сделаны. Особенно радует, что в фильме про зомби, если мертвец нападает на человека, то это сделано зрелищно и кроваво. В армии мертвецов балдежная музыка. Благодаря року, джазу и кантри создается атмосфера как фалачен, но фильм и похож чем-то на фоллаут. Тут точно так же были атомные взрывы и весь Лас-Вегас разбомбили чуть ли не до основания. Экшн-сцены с лютым месивом отлично сочетаются с таким подбором музыки, создается нужное настроение. А в финале фильма даже играет зомби от Кранберис, и это звучит не так пошло, как могло бы быть, потому что песня в тему и коррелирует с концовкой по смыслу. Если воспринимать фильм как трэш, то это отличный варик на вечер, чтобы повеселиться и порофлить с происходящего. По сути, это лютый трэш и реально плохое кино, но с бюджетом и известным актером на главной роли. Но все веселье фильма, как по мне, портят любовные истории, высосанные из пальца драма. Фильм длится 2,5 часа, из которого, наверное, полтора часа это какой-то мясной движ и подводки к нему, а остальной час это сопли между зомби, между отцом и дочкой и так далее. Да, это все раскрывает героев, но мне кажется, в таком бредовом сюжете давить на глубину персонажа нет смысла, и у Снайдера это не очень получилось. Слава богу, в армии мертвецов обошлось без обильного слоумо, хотя моментами он был, как и необоснованные продолжительные красивые кадры. Снайдер себе не изменяет, что говорить, если начальные титры идут минут 5. Актеров подобрали неплохих, даже с учетом специально выделенных мест для определенного типа людей. Все смотрится органично и герои живые, какого-то кринжа от переигрывания вы не испытаете. Живости персонажам добавляет и юмор, местами довольно забавный и на злобу дня. В общем и целом это дорогой проходняк на безмерно избитую тему, но со своими приколами и интересными находками. История нестандартная и захватывающая, но если углубиться во внутрике героев, ни хера не логичная. Я не люблю Зака Снайдера и не понимаю истерии насчет его фильмов, но лично по моим ощущениям даже эта затянутая трышовая история смотрится куда приятнее, чем переоцененный Снайдеркат Лиги Справедливости. Кстати, в фильме прямым текстом намекают на возможное продолжение, которое вроде как уже планируется, но все будет зависеть от того, как армия мертвецов зайдет зрителю. Честно, фильм не очень, но вот отдельные моменты прям хороши. Как минимум армию мертвецов можно глянуть из-за зрелищных экшн-сцен с мясом и кровищей и в принципе самой концепции. Но при этом вам придется закрыть глаза на сопли и логику происходящего. А на этом все. Буду благодарен за комментарий из четырех волшебных слов. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик. Вступайте в мою группу ВК и увидимся. Пока.